Представители этой народности церемонились с женщинами гораздо меньше, чем со зверьем. След от них остался только в воспоминаниях и трудах историков. Эти люди когда-то имели собственный язык, самобытные традиции и уклад жизни. Но по разным причинам они не справились со стремительным временем и исчезли. К таким относятся и юги, самый малочисленный коренной народ Красноярского края. Большая их часть была сконцентрирована в Туруханском районе. Как самостоятельный этнос юги были выделены лишь с 2002 года. До этого во время переписи населения их записывали как кетов. Сами юги называли себя югын или юганы. Известны и устаревшие названия – дюканы, остяки, сымские остяки и сымские кеты. Предки югов жили между Обью и Енисеем еще в V тысячелетии до н.э. С приходом на эти земли тюркских племен праюги начали ассимилироваться с ними. Язык югов относится к енисейской языковой семье и сильно похож на кетский. Однако юги всегда имели собственную культуру и язык. В атласе языков, находящихся под угрозой исчезновения, составленным ЮНЕСКО, югский язык также отнесен к мертвым. Они жили крупными семьями – по 30-40 человек, родство считалось по отцовской линии. Женщин они считали настолько нечистыми, что те могли одним своим прикосновением испортить охотничьи принадлежности. Женщинам запрещалось трогать и перешагивать через ружья, снасти, упряжь, садиться на охотничьи нарты. Если же жена ездила на лошади, после этого животное окуривали, чтобы очистить его. Иначе ее мужу перестанет попадаться добыча. Женщина также совершала ритуал очищения, прежде чем приступить к домашней работе. Юги далеко не единственный из енисейских народов, время которого бесследно прошло. В России и во всем мире остался практически лишь один енисейский народ – кет.